Субтитры делал DimaTorzok У меня на одном из экзаменов была рекордно низкая оценка. Я за спор этим горжусь. Так что полетели. Мне посчастливилось поработать во всех возможных видах СМИ. Их три с половиной, скажем так. Это большой издательский дом, в моем случае это Коммерсант, который выпускал очень много различных видов прессы. Маленькая, растущая независимая издание, платформа. Работает перед камерой. Радио. И еще один, о котором больше. В журналистику я попал совершенно случайно. Я никогда не учился. И поэтому у меня ощущение, что я ничего не умею. И я обычно довольно оправданно. Несмотря на одесских словах. Я валялся в Крыму на пляже в году в 2005 году. Я тогда работал в РФ. Мне это ужасно не нравилось. Я был помощником консультантом народного депутата. В неловкой партии региона Украины. Которая потом стала партией региона. И вот все меня как-то это беспокоило. Мне было за меня приятница. Я сказал, что в Украине открывается газета Коммерсант. Это самое приятное издание в России. Которое выпускает миллиард всего ежедневной, серьезной, деловой журналистики в виде газеты Коммерсант. И до Огонька. Легенды 80-70-х. Молодежных журналов. Молоток Коммерсант ТВ. Было радио и так далее. Украине начинали просто ежедневные газеты. У них штат был. Но один из них редакторов решил сгонять в Японию уже на три месяца. И предупредил об этом слишком поздно. Ребятам нужен был кто-то, кто его подменил на эти месяцы. Позвали меня. Я ничего совершенно не умел, конечно. Первый текст, который мне достался, я точно помню. Было на стопы на ЕМА. Он тогда у нас работал парламентским корреспондентом. Я сказал, что все отлично. Это гений в журналистике. На самом деле оказалось, что текст ужасный. Все было перепутано. Там сначала приезжала, например, скорая помощь. А потом ранее какого-то человека, к которому она приезжала. Беда была совсем на свете. Но почему-то меня все равно взяли. Через три месяца хотя бы уходить у меня и увидят, что ты остаешься. Я был вообще на рекламную раду, к счастью. Через год меня сделали выпускающих редакторов. Через еще какое-то время должность вообще выросла в экономических масштабах. Заместитель главного редактора, руководитель не делал его блока. Когда я уходил к рекламную раду, я его подруге Романом рассказывал. Я привлекался иметь хоть какое-то отношение к политике. Потому что это все чудовищно. На уровне народных и куда-то нет. Там есть и не было до лета на сих пор. И вот внезапно в ведении политика, общество, культура и спорт. Но это было очень веселое время. Ты приходишь на работу в одиннадцать. У меня коллеги. Уходишь после десяти вечера, когда ты подписываешь последний пол, заключать. И я очень поздно, что я надлежал к этому проекту. Поскольку в это время это была уникальная штука. Это была журналистика факта. И из собственного мнения журналиста, что эта журналистика, конечно, несколько презрентна. Но, тем не менее. Мы брали одну новость, например, что президент Порошенко подписал стратегию патриотического воспитания, что он сделал вчера. Брали эту новость, спрашивали сторонников президента, которые говорили. Я думаю, что они все знают, что ты делаешь. Он молодец. Спрашивали его противника, которые говорили. Это он клинический кретин. И давно пора его на него поднять. Кто бы мог это сказать? А потом спрашивали независимый ответ. Как я говорил, у вас идиот или кто? И это не нужно было делать. А если не нужно было, то не так. Мы предлагали все это в тексте. Читатели сам поняли решение, кто же на самом деле плетим. И это знали, как раз как-то идиот. Для Украины это была прям прородная штука. Поскольку, как вы знаете, у нас подавляется, что СМИ ангажированы с каким-то олигархом, политической силой или просто идеологической направленностью. Кольцан был ангажирован с Газпромом, но никто никак на нас не видел. Но для одного момента до того включились события в Крыму. В определенный день нам позвонили за пять минут уйти. Можно открывать? Я уже подумал, что закончили. Пошел вон. И вот куда-то, куда-то вам удобно. Спасибо. В определенный момент, за пять минут до сдачи номера, когда уже все было сверстно и отправлялось в типографию, нам позвонили из Москвы и сказали, «Ребят, вы неправильно пишете о том, как мы тут захватываем Крым. Давайте поставим нашу заметку московскую, и все наладится в этой жизни». Это было очень неправильно и с точки зрения журналистики, и с точки зрения коммерсанта. Все об этом знали, естественно, мы отказались. На следующее утро было объявлено, что украинский коммерсант закрывается. Это очень трагическая для меня история, хотя теперь я рад, что она закончилась, и я горж, что принадлежал к ней. Главное было в коммерсанте… Вот вы представили, да, что… Я вспомнил, что у меня есть слайды, уже нет. Главное в коммерсанте было писать легко о сложном. Это первый, кстати, номер, насколько я знаю. Вот, кажется, да, деловая журналистика – это же дико серьезные эти фьючерсы, какие-то блюминги и так далее, сложные слова, которые никто не понимает. Мы старались их объяснять легко и при этом веселиться. У нас очень большое значение имели, например, заголовки. Всегда в заголовке должна была быть игра слов. Из-за этого мы сотни раз сажали номер, не отправляя его вовремя в типографию, потому что главред или изредка я просто говорили, ну, не годится, мы так не можем выпустить газету, где заголовок без игры слов, без иронии. И я точно помню, как впервые мне поручили еще на позиции выпускающего редактора придумать заголовок. Текст был о какой-то игре сборной Украины по баскетболу, которая проиграла на последних минутах, на последних секундах даже. И проиграла из-за спорного штрафного броска. Я сидел, наверное, часа полтора над этим текстом и просто зеленел, потому что не мог ничего придумать. В итоге я придумал слово «баскетфол», поставил его в заголовок и ходил просто как напыщенная гагарка, что, ребята, баскетфол, штрафные, фол, баскет. Конечно, все покрутили пальцем у виска, но подумали, пусть мальчик побалуется. И вот добаловались. Еще, чтобы подтвердить, что деловая журналистика – это не всегда серьезно и сложно, вот первая полоса газеты «Коммерсант». Однажды был случай, что московское издание написало о «Альфа-банке» какую-то заметку, которая, возможно, оказалась с искаженной информацией. На нас подали в суд, в суд мы продули, и нас обязали опубликовать на первой полосе опровержение и решение суда. Главный редактор Андрей Васильев, который прям легенда и глыба, который сейчас уже отошел от дел, но он прям величина в российской и вообще постсоветской журналистике, он пришел в редакцию и сказал, каждый главред мечтает хоть раз в жизни выпустить газету сам. Я это сегодня сделаю. Выгнал всю редакцию и сверстал опровержение на первой полосе. Фотографию начальника «Альфа-банка» Фридман, кажется его фамилия, с Путиным. В подписи написано «Пусть им будет приятно». И вот это вот внизу в квадратике – это решение суда. Тут, к сожалению, не видно, но оно вверх ногами. То есть формально мы исполнили требование, действительно, опровержение появилось, решение суда появилось, но оно было вверх ногами. То есть можно куражиться даже в каких-то безвыходных ситуациях. Это один вид СМИ – издательский дом, большой, это очень интересно, но ты всегда чувствуешь себя неким винтиком. Ты часть большого механизма и можешь предсказывать даже форс-мажоры определенные. Другой вид СМИ – это работа перед камерой. С этим у меня сложные отношения. Мы выпускали серию видеороликов о Европе, о мифах, связанных с евроинтеграцией. Условно, что придут западные производители, и мы все обанкротимся, и гривна рухнет, и все такое. Мы пытались тоже разбирать это и разбирать позиции профанов. То есть очень просто, простыми словами, рассуждать об этом. Выглядело обычно это вот так, правда, но мы пытались. У нас вышло несколько роликов, и во мне сейчас черное негодование, потому что они не полетели. Их мало кто смотрел, и, в общем, мы свернули этот проект. Тем не менее он был, и не так давно мне дали шанс попробовать реализоваться все-таки в этой сфере, в работе перед камерой. Мне написали с одного популярного интернет-телевидения, которое я из соображения этики не могу называть, и предложили вести свою передачу. Я согласился, потому что, говорю же, черное негодование, что не получилось, а нужно же гештальт закрывать. Я согласился, мы договорились, что запишем пилот. Назначили это на четверг, условно. И однажды в среду меня спрашивают, слушай, Юра, а где ты? Мы сидим, у нас камеры работают уже, только тебя посадить и разговаривать. Я говорю, все в порядке, я буду завтра, а почему вы сегодня настроились? И выяснилось, что я перепутал дни недели. Так что на телевидение, которое есть соображение этики, называть не могу. Меня не взяли, а выгнали с позором. Прямо как из политеха. Душу распахиваю тут. Вот. Что? У меня какой-то переход был дальше, наверное. Да, почему же я перепутал дни? Потому что я работаю на платформе. Возможно, кто-то из вас знает это издание, platform.ma. Появилось оно давно. Оно появилось еще пять лет назад. Но было и существовало до прошлого года в формате дайджеста каких-то неглупых, полезных событий в Киеве. Создал его Саша Акименко, которого, возможно, вы знаете, потому что он долго работал в Форбсе. И он, например, открыл в Украине фамилию Курченко. Именно он с Севой Мусаевой, которые нынешний главред Укрправды, написали расследование о том, что такой человек есть. И он, кажется, упырь. Саша создал этот ресурс. Он существовал в формате дайджеста. Не очень он был, конечно, большим и популярным. А потом коммерсант закрыли. Мне поступило несколько предложений о работе. И одно из них было от Саши с формулировками примерно ха-ха-ха, безработный, иди к нам, давай сделаем журналистику. И я с дуру пошел. Теперь я ничего не успеваю, все забываю и тону в переписке. И вообще, по-моему, главная мечта любого главного редактора, даже такого относительно небольшого ресурса, как у нас, это быть в отпуске в какой-то темной комнате, где нет ни одной буквы. И ты просто сидишь и смотришь в стену. И никакой символики перед тобой, и ничего. И не нужно редактировать. Потому что это, конечно, страшная профдеформация. Буквы меня бесят любые. Каждое уведомление из телефона заставляет меня рвать на голове волосы, потому что это или какое-то письмо с текстом, или еще что-то, или внесите правки, пожалуйста. Вот сейчас заговорил, и хочется опять плакать. Но ввязался я в эту историю с платформой. Выгребаю кучи писем, и все это страшно увлекательно. Очень утомительно, но очень увлекательно. Потому что мы независимый ресурс в том плане, что у нас нет никакого олигарха за спиной, никакого спонсора, никакого тайного инвестфонда и так далее. Мы пытаемся сами на себя зарабатывать, хотя рынок, как вы понимаете, рухнул, ничего нет, реклама это копейки и так далее. И нам каким-то чудом удается. Мы, конечно, не олигархи, и сюда мы с Ромой пришли пешком, они подкатили на лимузине с проститутками. Но, тем не менее, схема работает. Схема очень сложная, мы называем ее, так условно, стул на 5-6 ножках, потому что мы зарабатываем баннерной рекламой, копейки, которые идут на корм моему мопсу. Изредка получаем гранты. А главная статья доходов – это спецпроекты. Это такая штука, что вот пишем мы, например, об урбанистике. А к нам приходит какая-нибудь компания или архитектурная школа и говорит, ребят, мы тут обнаружили, вы об урбанистике пишете, давайте сверху будет наш логотип, и мы вам за это платим. Как мне кажется, эта схема совершенно не стыдная. Таким образом мы и зарабатываем. Но при этом большинство заметок, которые выходят на платформе, они бесплатные. То есть мы гонораров в большинстве случаев не платим. Это большая беда, потому что в основном пишут студенты журфака или просто люди, которые хотят реализовать себя в журналистике, у которых нет особых наработок. Кому-то просто платформа нравится, кто-то интересуется какой-либо темой и хочет высказаться на нее. Кому-то просто нравится платформа, но профессионалы, конечно, к нам обращаются редко. Потому что между выбором написать на Snob за 3000 гривен или написать на платформу бесплатно, в общем, выбор очевиден. И я бы сам с легкой душой сделал. Тем не менее, заметки у нас выходят. У нас выходят их три в день. И большинство из них бесплатные. У меня с работы с ним много, но оно того, как мне кажется, стоит. Я забыл про слайды. Вот. Это платформа. У меня на днях было еще одно выступление, к сожалению. Я просто заскриншотил первую страницу нашего сайта. Ну, это не прям шапка, а чуть ниже. Как мне кажется, она достаточно хорошо отображает то, о чем мы пишем. Здесь есть справа внизу совершенно идиотский тест о Путине и Гитлере. Мы взяли цитаты одного и второго и предложили людям угадывать, где чьи. Простейшая идея, которая сорвала нам банк. Миллиард людей зашли на этот тест и тому подобное. Ксюша Собчак рассуждает о духе времени с умными украинцами. Нестыдное кино, реформы и еще какие-то чертовы заметки. Я для себя так это формулирую, что платформа – это реформа и кураж. Никому в редакции больше не нравится эта формулировка. Тем не менее, мы пытаемся каким-то образом воплотить нашу идею, которую мы тогда, договорившись сотрудничать, сформулировали. Это намечтать новую страну. И придумали слоган «Reinvent», то есть переизобрести Украину. Сделать так, чтобы наша страна действительно стала европейской не только по географии, а и по духу, по цивилизационному курсу. Не знаю, насколько у нас получается, но мы пытаемся писать на самые разные темы, но неизменно в русле вот этого – вперед и вверх. Украина куда-то туда, в будущее. Команда у нас небольшая. Видите, я уже запутался. Команда у нас небольшая – 6-7 человек. Это я не то чтобы сомневаюсь, я просто сейчас увольняю одну девушку, и тогда становится 6. Но тут я вспоминаю, что есть седьмой парень – Саша Акименко, который основал платформу, но при этом удрал в США учиться в Стэнфорде. Он выиграл грант, и пока мы тут развлекаемся… У него там дом с бассейном, с видом на Голливуд. Так что платформа кому-то принесла все-таки счастье, успех, благополучие. Это наша команда – 6 человек, иногда 7. Большое значение в современном интернете имеет оформление. У нас есть парень, абсолютно полоумный, Митя Недобой. Он приехал к нам из Харькова, никогда таким не занимался, и внезапно начал хреначить офигительные вещи в плане оформления заметок. Вот это, например, стыдоба, прямо скажем, к тексту о гендерном равенстве. И чтобы сделать гендерное равенство более явным, он соорудил еще вот такую гифку. То есть там умный человек, Катерина Тейлор, арт-менеджер, блестящий специалист в кривативных индустриях, рассказывает о том, что, ребята, не нужно быть идиотами ни тем, ни другим, ни мальчикам, ни девочкам, и все наладится, а на заднем плане вертится борщ возле какой-то девушки. Но визуальная сторона – это действительно очень важно. Многие ресурсы на это не обращают внимания, и совершенно зря. Мы проводили несколько раз опросы среди наших читателей, что важно, что отделяет платформа от других ресурсов. И многие выделяли как раз визуалку. Вот бывает такая еще красота. Вот вечно у меня в презентации, потому что это папка с файлами, вот этот скриншот, я не помню, почему его выбрал, но здесь есть слово «говно» в заголовке, и, наверное, у меня была какая-то логическая цепочка сказать, что я этим горжусь, или там, а, у нас нет цензуры, или еще что-то. Или в заголовке «дерьмо», как вариант. У нас все-таки уже шесть человек, и из них текстами занимается два. Это я и Юля Солеженко, которая некоторое время вела поток об урбанистике и новых медиа, а сейчас больше сосредоточилась на партнерствах различных, на спецпроектах тех самых. Немного от текста в отошла, но тем не менее помогает. И... 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 Я решил посмотреть, насколько мы убоги и на общем плане. Потому что, конечно, с журналистикой сейчас в стране беда, в интернете вообще нет денег, и все это очень мучительно. И на общем плане неожиданно мне стало невероятно лестно, потому что мы держимся хорошо. Я просто зашел на ресурс SimilarWeb, может быть, кто-то из вас знает, это такой западный сервис для анализа трафика. У нас же считается неловким демонстрировать свой трафик, но вот SimilarWeb такая падла, которая его показывает достаточно четко. И мы проверили, там бывает погрешность, она достаточно большая, 10-20%. Тем не менее порядок цифр этот ресурс дает. И вот, например, больше всего меня поразил инсайдер. Большинство знает такой ресурс, большое издание. В штате у них 30 человек, из которых 20 занимаются текстами. И SimilarWeb, допустим, долю ошибки, показывает у них 280 тысяч уникальных посетителей в месяц. Для сравнения у платформы 330, и у нас 2 человека занимаются текстами. То есть есть издания, которые поразительно неэффективны. Hubs – это деловая журналистика, которую основала Сева Мусаева, нынешний главред Укрправды. У них 50 тысяч в месяц. Bit.ua – молодцы, у них маленький штат – 330 тысяч. Леша Тарасов, бывший главред Esquire, пошел сейчас в бюро поднимать такой сайт, который в России и в Казахстане пишет о скучной и унылой моде. А в Украине он его как-то трансформирует смешно, но тоже пока не очень успешно – 75 тысяч. Хотя они молодцы, они движутся, как мне кажется, в правильном направлении, направлении инфотеймента. Как вы знаете, сейчас совершенно не работает схема с поставкой информации просто. Информация должна быть развлекательной инфотейментом, причем тейментом чем дальше, тем больше, чем инфа. И вот у них, например, выходят тесты, там, не тесты, а голосование, что милее – Timberlake со своим ребенком или Panda со своим ребенком. И Леша рассказывал, что им там звонят из головного офиса, говорят, «Вы свихнулись, что ли? Мы, конечно, проголосовали за Panda, но уберите, пожалуйста». Укрправды для сравнения, что мы тут все очень мелкие, и это я тут бью себя в грудь, что мы там независимы, успешны и так далее. Но укрправды 20 миллионов уникальных посетителей в месяц. Это в СМИ, насколько я помню, самый большой показатель. Но у них, в общем, и история за плечами большая, и пишут они на темы, которые всех волнуют. Ну вот Петр и Мазепа, Роман, организатор сегодняшнего события, работал на Петре и Мазепе, поэтому я обязан их похвалить по контракту. У них 730 тысяч уникальных посетителей в месяц, при редакции всего 4 человека. Они молодцы, тоже схватили свою тему и держат за нее очень-очень успешно. В определенный момент нам подумалось, что просто отображать реальность довольно скучно, и хочется ее все-таки формировать, особенно в условиях «житы по-новому», как сказал бы один политик. И мы провели фестиваль «Юкрейзианс». Я страшно горжусь этой штукой, поскольку это слово придумал я. Оно вроде как украинцы и сумасшедшие. И, как мне кажется, это достаточно четко отображает то, что происходит в нашей стране. Насколько верить в Украину, когда на нее напала сильнейшая армия, и вообще у нас идеальный шторм в плане финансов, в оборонноспособности, во всем во всем. Но верят же и стараются сделать так, чтобы все наладилось. «Юкрейзианс». На самом деле я придумал это слово для гипотетически своего ресурса о идиотских поступках украинцев. Там вроде пенсионер съел медузу и убил старушку селедкой. Была такая новость, наверное. Но тогда не сработало, а вот для фестиваля пригодилось. Мы провели его на Софийской площади. Собрали очень много, больше от 30 до 50, не помню сколько, инициатив социальных. То есть ребят, которые помогали другим людям и таким образом реализовывали свои амбиции. Мы их собрали, перезнакомили между собой, показали их всему Киеву. Все было невероятно успешно. Нам браслетики везли из Китая. И мы забыли предупредить, что у нас фестиваль такого-то числа. И когда мы утром позвонили, спросили, когда будут браслеты, нам ответили, все в порядке. Они уже в Гуанчжоу и через неделю у вас. Но все-таки мы перепечатали. Их фестиваль сейчас продолжается. Он поехал по стране. Нам предлагали его проводить дальше. Мы сказали, отличная идея, но нет, мы и так умираем. Так что умирайте сами. И теперь его делают уже без нас. Тем не менее, это достаточно большая для нас вещь. Она в наших сердцах. И мне очень приятно было. Я вот сейчас сидел и редактировал текст Юлии Марушевской. Конспект ее лекции. Это для нас большая история. Мы на конспектах во многом выезжаем, поскольку туда можно отправить неопытного человека, который просто запишет, расшифрует и получит себе публикацию. И будет ею гордиться. Юлия Марушевская – это девушка, которая во время Майдана записала знаменитый ролик с обращением к миру. Его все-все-все там постили мировые СМИ. Сейчас она заместитель Саакашвили, замначальника Одесской области. И она там говорит, что вот, мол, у нас во власть приходит Юкрейзианс, это клево. И я тут растекся от удовольствия и теперь боготворю эту женщину. С Юкрейзианс нам помогали, и это я плавно перехожу, вспоминая, что у меня есть некая концепция этого выступления, к третьему виду СМИ, где я пытался работать. Это радио. Возможно, кто-то из вас знает этих людей. Несколько лет назад они работали на просто радио, в утренем шоу, вели невероятно успешную эту передачу, а потом ушли и создали интернет-радио, которое называется «Аристократы». Идея абсолютно полумная, нереальная и не должна была сработать, поскольку, ну, кому к черту понадобится реклама на онлайн-радиостанции, которых и так в мире миллионы, еще и аристократы название идиотское. Тем не менее, это сработало. Сейчас в месяц это радио слушает несколько сот тысяч людей, не только в Украине, а лучшие люди страны приходят к ним вести свои шоу, причем бесплатно. Я вот на днях поставил себе в фейсбуке в строке «Работа» «Главарь в платформе» и «Раб в радиоаристократы». И это прям… Вот веду я там два шоу уже. Одно из них называется «Кошмарчинг». Встречаюсь с интересными людьми всякими и обсуждаю неловкие и нелепые моменты в жизни. Второе называется «Групповой экс». И там мы обсуждаем бывших, любовь и всячески куражимся на эту тему. Для меня это тоже очень значимый проект. Особенно потому, что я бесплатно на нем работаю. И только… Сегодня какой день? Вот я опять запутался. Среда. Вчера у меня был эфир и за час до него мне объявили, что теперь меня будут на нем кормить. Один из ресторанов Киева привозит мне ведро еды, швыряет в лицо и говорит «Жри и хвали нас в эфире». Такая вот монетизация у меня. Кстати, невкусно. Это большой проект, поскольку ребята просто прыгнули в бездну. Из успешного большого проекта просто радио они пошли в никуда и пришли к успеху. Особенно вот я вспомнил, неловко было, когда Ярослав Ладыгин, один из основателей этого радио, получил такой рекламный контракт, что ли компания Mitsubishi дала ему машину, чтобы он месяц на ней ездил и периодически в эфир выходил со словами о том, что неплохо я сейчас повернул ребята на красный. А мне в Кошмарченко в спонсоре предложили шоколадку. Компанию, которая производит шоколад. Нирошен. Это справа слева какой-то неприятный человек, а справа Маша Цуканова, главред украинского ВОГ, которая во время эфира узнала, что показывают ночами трансляцию радио аристократов на пятом канале. Ее это так обрадовало, что она решила устроить инсульт какой-нибудь старушке, которая бы случайно исключила и поковырялась у меня в носу. Так, сейчас мне нужен какой-то переход. Еще один вид СМИ, и я думаю большинство здесь принадлежат к числу его сотрудников, это блогерство или гражданская журналистика, если говорить более умно. И, конечно же, этот вид СМИ убьет практически все предыдущие компании. Стараюсь писать о нем пореже, тем не менее, иногда. И вот последняя заметка о нем 5000 с чем-то лайков и 800, кажется, публикаций, шеров. А еще раз в месяц мы на платформе делаем подборку лучших грантов, стипендий или каких-то стажировок за рубежом по всему миру. От Новой Зеландии до какой-нибудь чертовой Антарктиды. Это действительно очень круто и многие люди благодарили нас за это и говорили, что это действительно изменило их жизнь. И вот у этого 30 лайков и считанное количество шеров. Потому что людям неинтересно думать и это очень трагично, поскольку мы как раз стараемся быть ресурсом, направленным на некую интеллектуальную парадигму. Простите, видите, я так разволновался, что стал говорить парадигмами. Да, и нас это тоже рано или поздно убьет, но еще лет пять, я думаю, у нас есть. Первым все равно сдохнет печатная пресса, первой. Останутся разве что глянцевые СМИ, так что если вы перебираете харчами, думаете куда идти работать, идите в глянец. Он выживет до последнего, потому что у человека есть тяга к прекрасному. Но для рекламодателей, которые в основном консервативные страшные люди и не понимают новых форматов, новых медиа, глянец понятен и туда они будут нести деньги до последнего. Я на днях, не на днях, но на прошлой неделе спросил у Ксении Собчак о том, что она думает о разных видах СМИ и шансах выжить. Поскольку она-то работает и на дожде, это интернет-радио, и на сноу пишет, и главред журнала Офисей. Она ответила, что, конечно, глянец да, вы правы, победит всех на свете. Хотел спросить, вот гражданская журналистика, как любая журналистика, периодически оплачивается. И, может быть, вы сами у себя в ленте замечали какие-то подозрительные посты, где один человек пишет, что он пошел в метро, там открылся алкогольный отдел и ему понравилось. Потом второй человек пишет, что он пошел в алкогольный отдел метро и там страшно увлекательно. Потом десятый и загадочное совпадение. Вот, мне тоже, кстати, предлагали тогда написать, я отказался, потому что я очень щепетилен в этом плане. Ну, как вы считаете, допустимо ли на своей личной странице публиковать рекламу за деньги? Нет? Вот, я просто на днях узнал, что расценки, ну, это даже не средние, это выше среднего, но тем не менее, за один пост 3000 гривен, бывает, платят. И это до хрена. Учитывая, что я работаю на крохотном независимом ресурсе, я бы по 100 в день таких постов ставил, по 100 постов. Но стыдно, да? Давайте так. То есть, если метро просит меня написать об открытиях алкогольного отдела, я пишу... Вот, я тоже об этом думал, что если признаваться, что это реклама, то не так стыдно. Давайте все-таки соцопрос, стыдно писать у себя на странице рекламу или нет? Кто стыдно? Поднимите, пожалуйста, руки. Есть. Алкогольный отдел метро. Нет. Открытие. Нет. Нет. Подожди, стыдно? Поднимите, пожалуйста. Если алкогольный отдел, то сколько? Нет. Так. А не стыдно? 3000 гривен на кону. Вы пополам подняли руки. Спасибо большое за помощь. С интернетом, как я уже упоминал, все грустновато в этом плане. И зачастую какой-то идиотизм наш, вроде вчерашнего теста. Сегодня мы придумали очень простую идею. Завтра стартует прокат фильма «Гаспарановая любовь». И это прям откровенная порно на большом экране. Все по-честному. Все негодуют. Крестный ход обязательно будет идти и проклинать к кинотеатру. Мы поставили тест. Взяли кадры из порно и кадры из великих каких-то фильмов. И нужно было угадывать, где собственно искусство, а где голые люди. И это, конечно, читается и заходят люди гораздо лучше, чем на какую-нибудь интеллектуальную лекцию какого-нибудь экономиста, вроде пасхавера и так далее. Нам приходится разбавлять умный контент подобными вещами, чтобы выживать. Это нелепо, но Facebook так работает, социальные сети так работают, больше заходят на инфотеймент. И раскрою вам, чтобы хоть немножко полезности было в этом невероятном мероприятии. Как работают фейсбучные алгоритмы? Как работают? Человек публикует пост. Если кто-то лайкает в первые пару минут, это Facebook хороший сигнал, что нужно показывать большему количеству людей. Потому что вы же знаете, что ни один пост не показывается 100% ваших друзей. На самом деле там 18% по последним аналитическим каким-то подсчетам. Если быстрый лайк, показывают больше. Если кто-то еще и комментирует при этом, это вообще круто. Комментарий лучше, чем лайк. Если идет share, Facebook сходит с ума от восторга. Если вы запостили ссылку, кто-то переходит по ссылке, а потом возвращается, ставит лайк и комментирует, то все, Facebook ваш, Цукерберг увидит ваши сообщения и добавит в друзья. На этом полезное заканчивается. А вообще Facebook это же с точки зрения психологии, это очень простой механизм. Это поглаживание. Поглаживание это, многие считают исследователи, что это такая же необходимость у человека, как еда, вода, воздух. Это внимание, то есть кто-то вас похвалил или какая-нибудь красивая девушка посмотрела на вас томным взглядом. Это все психология поглаживания и люди действительно в этом нуждаются. Если нет позитивных поглаживаний, вроде комплиментов или томных взглядов, то человек начинает добиваться плохих. Он хулиганит и так далее. Facebook это квинтэссенция добычи вот этих поглаживаний. Ты разместил какой-то пост, его лайкнули и ты подумал, да, я им нравлюсь. Так что все у нас в голове. Я на днях поставил заметку. Глеб Буряк есть такой преподаватель КИМО и Висконсинского международного университета. Он написал о десяти умных книгах, которые позволяют понять, что вообще происходит в голове. И я не понял ни слова, конечно, даже из самой заметки, не то что уже из книг. Но там прям умно-умно и если вы хотите развиваться, посмотрите на этот текст и прочтите какую-то из этих книг. Так. Как мне кажется, в украинской журналистике сейчас все очень плохо. Только она пошла просто по накатанной. Мы по себе это тоже замечаем и мы далеко не безгрешны на платформе. Я беру довольно много интервью и довольно много интервью брал у грузинских реформаторов. И вот когда ставишь какой-нибудь цельный, хороший, емкий заголовок от этого реформатора, никто к черту не заходит это читать. Чуть только ты спрашиваешь у него, что он может сказать о политике России, о ситуации и так далее. Он отвечает вроде, ну там, Путин кровавый упырь. Ты ставишь это в заголовок, миллиард людей заходит и ты торжествуешь от восторга. Украинская журналистика пошла по этим рельсам. Вы наверняка сами замечали, что большинство новостей о войне и о том, что происходит в России. Есть что там у хохлов, а вот у нас совершенно беззеркальная эта история. Мне это очень не нравится. Украинская журналистика стала однотипной, простой и зачастую из-за этого скучной. Она вырождается, прямо скажем, и в первую очередь из-за того, что люди забыли о таком основополагающем для журналистских понятий, как вторая сторона. Вот помните, я в Коммерсанте говорил, спрашиваешь у президента о том, почему это важно, спрашиваешь у его противников. Вот противников у нас практически перестали спрашивать. Я с большим уважением отношусь к Севе Мусаевой, к Юрию Бутусову с Цензернет, но думаю, мало кто поспорит, что это очень однобокие ресурсы. Недавно я оставил конспект, кажется, или интервью одного польского журналиста, который вернулся из зоны АТО. И он рассказывал, что, ребят, вот вы там смеетесь над распятыми мальчиками и так далее, а потом с радостью шерите заметку о том, что где-нибудь под Мариуполем погибла дивизия российского десанта. Ну это же тоже чепуха. И вы превратились в зеркало российской пропаганды. Так нельзя. И хотя, я же говорю, мы сами не безгрешны далеко в этом плане, и наш вектор очень понятен, он за Украину. Но иногда мы все-таки вспоминаем об этом базовом правиле второй стороны и ставим материал, за который нас втаптывают в грязь. Не так давно я... Как раз полиция запустилась, работала примерно месяц, все ее боготворили, я в том числе. Но тем не менее я нашел какого-то милиционера, который работал участковым много лет, и он рассказал, что в самом МВД думают о новой полиции. А думали, конечно, очень плохо. И в основном он ругал, он завидовал, но там было несколько очень здравых мыслей о том, например, что новая полиция ездит парами, девушка, парень в основном. И они сидят впереди, задержанного сажают назад, но между ними нет решетки. И это достаточно опасно. Там много было еще, ну не много, но было еще несколько важных замечаний, которые действительно стоило бы учесть. Тем не менее большинство комментаторов ворвались в эфир со словами вроде «Вы сами это написали, это заказуха, вы уроды, не трожьте новую полицию, это святое». И я очень-очень поддерживаю мнение, что новая полиция почти святая. Хотя, как мы знаем, там уже и взяточник какой-то обнаружился, и парень, который украл шлем с места ДТП, а потом пытался его продать. Но о второй стороне забывать нельзя, потому что она иногда даже о самом хорошем дает альтернативное мнение, которое бывает полезным. Все вот ненавидят у нас киоски еще, например, и я в том числе. Но однажды, скрипя сердце, мы пошли к ассоциации каких-то там малых предпринимательств, ну у них какое-то пафосное название, но в общем это клика ларьков. И спросили, что они сами об этом думают. И они сказали, ребята, ну мы, конечно, говнюки еще те, но мы готовы работать нормально, дайте нам четкие правила и все, мы там соорудим миллиард этих одинаковых киосков, поставим их где вы нам скажете, и мы будем работать. Но сейчас-то нам надо работать, а работать негде. Нас и за эту заметку, разумеется, порвали и сказали, что мы получили миллиарды от этих ларьков за то, чтобы поставить ее, хотя, к сожалению, это не так. Я напоминаю, что лимузина с проститутками не было. Мы пришли пешком. Украинская журналистика ленива у нас совершенно исчез, а может быть его и никогда не было, я, несмотря на то, что плохо выгляжу, еще относительно молод, у нас абсолютно нет жанра эксперимента. Мне тут особо гордиться нечем, потому что я его тоже ленюсь внедрять. У нас их было, таких примеров было всего пару штук, но вот один для меня особенно дорог. Ровно год назад я обнаружил, что минимальная зарплата в Украине составляет 1218 гривен. И решил прожить месяц на эту сумму. Это было страшно весело, я похудел на 8, кажется, килограммов, килограмм. Но писал об этом всем на платформу, это тоже вызывало грандиозные потоки ненависти в мой адрес. Мне вообще зачастую кажется, что человек начинает читать заметку, у него где-то внутри такой рычажок «зарить глаза кровью и желчью». И вот он так его начинает читать. Под конец у него уже кипит негодование, он выхватывает свой молот Тора и крошит клавиатуру матюками какими-то в мой адрес. Вот, жил я на эти гроши, прямо скажем, это было 39 гривен в месяц, ой, в день. На все, на питание, проезд, шмотки. Шмотки – это важно, потому что я поехал на секонд-хенд, на лесную и купил себе шубу. Вот эту. Она стоила 15 или 20 гривен, я не помню, и плащ купил за 5 или 10. Потом я обнаружил, что на плаще есть пятно, поскольку я выбирал 10 гривен. Потом я обнаружил на нем пятно, и когда месяц эксперимента закончился, мне обошлось, кажется, в 400 гривен его вывести. Так что покупка не самая талантливая. Тем не менее, 39 гривен в день – это очень мало. Это 13 гривен на один прием пищи, если сидеть дома и страдать. Если ездить, то еще меньше. Поэтому вот из костей, например, я варил борщ, себестоимость кастрюли составляла 10 гривен, и это было пиршество недели. Я сейчас вспоминаю, и мне аж жутковато. Это, кстати, мой мокс, его зовут Агамемнон. Напоминаю, он веселый парень и гораздо медийнее меня. Вторая сторона и беда журналистики и тому подобное. Не так давно я написал для «Укрправды» большой текст. Кстати, я всегда забываю об этом сказать. Не называйте, пожалуйста, любой журналистский текст статьей. Это неправильно. Точно так же, как вы не будете литбол, литературное произведение называть новеллой или романом. Статья – это большое исследование какой-либо темы. Статья – это такой же жанр в журнистике, как интервью или авторская колонка. И я попытался написать статью для «Укрправды», хотя они таким редко промышляют, об Олеге Ляшко. Как не подарить? Я его, кстати, на эфир как-то собирался позвать аристократом, и мой приятель Мустафан Аем подошел к нему и говорит, «Олег, я был на этом радио, хорошее, приходи. Приходи, будет эфир, шоу называется «Плохо, кошмарченко, но будет весело». Олег Ляшко ответил, «Аристократы, вот радио в селяне я бы пошел, а аристократы нет». И тогда я пришел к нему сам на интервью, написал большой текст, с которым я роману говорил, у меня у самого много замечаний, поскольку я абсолютно имбецил, всегда затягиваю до последнего, и у меня дедлайн был в 11 дня, дедлайн, который был просрочен на неделю, был в 11 дня, и я встал в 6 и начал писать этот текст. Но мне очень польстило то, что в комментариях к нему, конечно же, меня полили потоками грязи, но поливали с двух сторон. С одной стороны говорили, ты порохобот, как ты мог, сука, и жри свои шоколадки, урод. А с другой стороны говорили, фу, ты трогал Ляшко, и ты ему продался, и ты его любовник, видимо. Вот потоки этих грязных комментариев были примерно одинаковые, то есть некую нейтральность, и в общем, я к чему. У меня была вторая сторона, потому что был Ляшко и были его враги, и это действительно важно. Пожалуйста, никогда не забывайте об этом. Это я не знаю что. Опять, надо проредить слайды. Но это, да, миг моего триумфа. Дело в том, что вот этот эксперимент с 1218 гривнами, каждый раз, когда у телеканала заканчиваются темы, они вспоминают о том, что люди вообще-то едят, еда стоит дорого, и давайте-ка снимем в этом сюжет. А какой же у нас может быть ракурс в этом сюжете? А вот помните парень какой-то был, который похудел, когда жил на минималку? Давайте его позовем. Они забудут меня, я им говорю, ребята, для вашего канала я уже дважды рассказывал одними и теми же фразами одни и те же вещи. Для телеканала Украина тоже такое было. Но им плевать, им нужно хоть что-то снять, и я их понимаю. И вот последний или предпоследний из сюжетов на першем. Юрий Марченко, какая-то женщина. Я даже продалку не дописал. Возмутительная подготовка к мероприятию. Коммерсанте были штрафы, я бы себя оштрафовал, конечно, за это. Не собирался об этом говорить, но тем не менее, как вы относитесь к цензуре? Давайте, этот метод не сработал в прошлый раз, может быть, сейчас. Кто за то, чтобы цензурировать и СМИ, и литературу? В том смысле, что поднимайте руки. Два голоса. Три. Ну, то есть, большинство за то, что должна быть абсолютно свобода. Правда? И я с большинством. И вот почему. Цензура – это ведь какой механизм? Человек читает условный Майнкампф и думает, это плохая книга, она пропагандирует плохие идеи. Я-то умный, на меня это не сработает. Но есть тупые люди, и лучше запретить им читать этот чертов Майнкампф, чтобы они не пошли резать всех на свете. И запрещают. И, как мне кажется, в самой этой идее уже заложен некий фашизм. Я умнее, поэтому я запрещу тупым. Я бы не запрещал вообще никакой СМИ, никакую литературу и даже эту вонючую газету Вести, которая просто сама по себе как газета плоха. Она плохо делается, там плохие тексты, но я бы ее оставил. Не надо не оценивать людей, они не так глупы, все все понимают. И согласитесь, даже каждый из нас, наверное, независимо от политических взглядов, ну это правда плохая газета, но каждый из нас иногда в метро ее брал, просто потому что в метро скучно и хочется читать что-то помимо рекламы, а книжки тяжелые. Так что вот, у меня нет никакого вывода из этой истории, но я бы не цензурирую. А вот вы почему бы цензуру включали? Ну, в число воспитательных целях я бы ограничил то, что читают. Школики. Потому что у всех есть возможность выбирать. Ну, а тут беда в новые медиа, весь мир информационных технологий против вас, потому что интернет цензурировать невозможно, он все равно вобьет в Google голая тетя и увидит ее. Или голая тетя Майнкампф. Да, пожалуй, но бить по рукам это тоже, да, метод. Конечно. К большому сожалению, это их право поддерживать партию регионов. Сейчас в интернете есть достаточно как пророссийских мнений, так и проукраинских, вот на тех же упомянутых цензур или Укрправде. Нужно просто показывать людям, что есть разные мнения, пусть решают сами. Они не так глупы. Я верю в людей. Так что я вспомнил, что у меня есть еще, кажется, слайд. Не так давно я, ну, летом, мне довелось поехать в АТО. Получилось так, что мы проехали с группой волонтеров с юга на север по всему фронту. И это было, конечно, одно из важнейших событий в моей жизни. Беда украинской в журналистике еще и в том, что она самоцензурируется. Как часто вы встречали какие-либо заметки или мнения на тему пьянства, например, в армии? Это же огромнейшая проблема. Это прям очень страшная штука. И пьяные хватаются за пулеметы и так далее. Но никто об этом не пишет. Хотя это супер важно. Я помню, как меня поразил случай. Я уже рассказывал об этом на каком-то выступлении. На базе 95-й бригады ВДВ я сел на огромное колесо, которое валялось на земле. Мне сказали, встань, там человек сидит. Я заглянул, и оказалось, что это колесо накрывает канализационный люк. Словили пьяницу. В АТО их называют аватарами, потому что синие. Словили и посадили туда трезветь и думать о своем поведении. Но и об этом тоже украинская журналистка умалчивает. И пишет только о том, что там сплошные герои. Хотя, безусловно, это не так. По-моему... Да. Ну, видите, самоцензура. Это плохо. Присылайте мне. Это кадр Кевина Картера, выдающегося фотографа, который получил за него Пуллицеровскую премию. Главную журналистскую премию в мире. Суть кадра в том, что голод в Судане страшный. Стоит стервятник, и ребенок, изнемогающий от голода, вот-вот умрет, и его этот стервятник сожрет. Вручили Кевину Пуллицеровскую премию, и через три месяца он покончил с собой. В том числе и, возможно, в первую очередь. Потому что началась страшная травля. Мол, как ты мог? Ты не подошел, не отогнал, не накормил. И ты просто стоял и клацал. Хорошо, что не селфи. Вот. Есть большая этическая проблема в журналистике. Оставаться в стороне или вмешиваться в события и пытаться их исправить. Вот я для себя, как суровый, матерый журналюга, решил, я всегда остаюсь в стороне, я не вмешиваюсь. Насколько любое вмешательство, самое малейшее, оно искажает историю, и ты уже становишься предвзятым. Ты пишешь нечестно, неправильно, ты сам создаешь эту реальность, которую потом втюхиваешь людям. А потом я поехал в эту зону АТО, и из матерого журналюги, которым, конечно, никогда не был, превратился в рохлю и вмешивался. Просто как черт. Потому что был момент, например, в Марьинке. Как раз тогда, это было на следующий день после того, как Марьинку чуть не отвоевали у нас. И мы приехали с гуманитарной помощью. Я вышел, встал в сторонке. Выстроилась очередь людей, которые возникли просто из ниоткуда. Потому что город абсолютно разрушенный. Они выстроились за гуманитарной помощью, начали раздаваться взрывы. То есть, очевидно, нас заметили и начали наводить на нас уже эту артиллерию. У нас оставалось несколько минут, и я понимал, что либо вот эти абсолютно изможденные люди, у которых нет ничего, останутся без припасов базовых, там не было фуа-гра, там просто какие-то крупы самые дешевые, стиральный порошок и так дальше. Либо они останутся без всего этого, либо я наплюю все-таки на какой-то свой идиотский этот принцип совершенно. И начну раздавать гуманитарку тоже. Я встал и начал раздавать. Так что для себя я на этот вопрос не ответил. И каждый отвечает на него сам. Отгонять стервятника или сделать кадр, который изменит мнение сотен тысяч миллионов людей. Но у меня не хватило смелости остаться в стороне. Как у вас, ваше дело. Вот пример из АТО. Мы заехали к девушке, к девочке в инвалидном кресле, передали ей какие-то припасы. На заднем плане, обратите внимание, дом. Через несколько дней этот дом выглядел вот так. Туда прилетел минометный снаряд. И спасли только, никто не пострадал, к счастью, спасла собака. Как это часто бывает в зоне АТО. Собака начала лаять и хозяева поняли, что что-то не так. Они собрали быстро какие-то базовые вещи, выскочили из помещения. И через считанные секунды, минуты его накрыло. Так что да, я опять запутался. Простите. Хотя, в общем-то, у меня все. И вот мне очень понравилось, что девушка задала вопросы, и парень тоже реагировал активно. Я одной из первых своих лекций ненавистных, каждую из них ненавижу, кроме сегодняшней, конечно. Я читал в институте журналистики, чтобы выбрать, чтобы выбрать вот это. Нет, 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 сейчас. Это важно, простите. Визуалка, помните, я говорил? Да. На одной из первых лекций я выступал в институте журналистики, где я никогда не учился и не имел никакого морального права там выступать. Сидела полная аудитория студентов. Мы с моим другом Глебом Гусевым из Эсквайра закончили разлагольствовать о своих изданиях. И говорим, ну, задавайте вопросы. И сидит будущий цвет украинской журналистики, человек там 50-100, ни одного вопроса. Это страшная беда для журналиста, потому что как раз-то искусство не в том, чтобы красиво написать. Потому что в любом солидном издании есть, например, лид-редакторы, которые превращают кашу в обычную исходящую пера, акул, пера. Я человек-товтология, решил вам что-то рассказать. В общем, важно задать правильный вопрос и услышать правильно этот ответ. Задача добыть. Сформулировать это уже другое дело. Хотя это тоже, безусловно, важно. И если кто-то хочет писать хорошо, запомните название «Слово живое и мертвое» Норы Галь. Это книга, которая избавит вас от разнообразных канцеляризмов. Мы на платформе страшно мучаемся со всем этим. Нора Галь. Слово живое и мертвое. Страшно мучаемся, поскольку, как я упоминал, тексты у нас не за гонорары. Соответственно, пишут нам молодые и неопытные. И обычно над ними давлеет такая страшная штука, как «я пишу чертов журналистский текст». И сейчас я вам такого насозидаю здесь. И обычно это выглядит, как поступь Степана раздалась на лестнице, когда грянул гром, и он вторгся в это помещение. Вместо того, чтобы написать, Степан зашел. Страшная беда вот в этих канцеляризмах и тяжеловесности, и осознании того, что ты должен написать серьезно, потому что это же, черт возьми, серьезный текст. На самом деле, писать нужно так, как будто вы просто рассказываете своему другу какую-то историю. Журналистика — это умение задать правильный вопрос, умение рассказать историю, которую вы благодаря этому вопросу выяснили. Вот я к чему веду. Пора задавать вопросы. У меня все. Я недавно… Не все. Недавно проснулся в 2 часа ночи. Наверное, как у всех, да, перед сном возникают какие-то гениальные идеи, которые ты потом на утро забываешь. И вот я проснулся от того, что придумал записать интервью с самим собой, задав себе самые банальные вопросы на свете. Может быть, кто-то из вас, ну вот девушка, похоже, работает журналистской. И, боже, это… Я сейчас ощутил свою власть над даутедрой, потому что я сказал, что девушка работает журналистской. И все повернулись. Вот. И, кстати, андатра не сработала. Бывали, наверное, на пресс-конференциях каких-то заезжих звезд или еще кого-то. И это страшный момент. Когда сидит, не знаю, там, Мадонна, скрещенная с кофе Анноном, ты больше никогда не увидишь человека такого масштаба. Никогда в жизни. Это он один такой на весь мир. И вам говорят, задавайте вопросы. Скажите, если вы вопросы. Да, и реакция либо вот такая. Либо творческие планы. Либо, если это действительно заезжая знаменитость, то как вам Киев? Пробовали ли вы борщ? Как вам украинские девушки? И нравится ли вам в Украине? Вот. Это страшно. Я записал такое интервью с самим собой. Постарался не дать там ни одного ответа на незаданный вот этот вопрос. Потому что, ну, любите ли вы борщ? Спрашивать у мутанта кофе Аннона и Мадонны, это бесчеловечно. Так что, так что все. Да, спасибо. Какие творческие планы? На прошлой неделе вот я тоже читал какую-то чепуху по бумажке. И неназванное интернет-телевидение, которое я полил грязью, конечно, за то, что я сам не пришел на съемки пилота, оказалось в зале. Ко мне подошла девушка и говорит, у нас бардак. Но мы все еще хотим тебя позвать. И давай как-нибудь когда-нибудь договоримся. Вот поскольку у меня этот гештальт не закрыт, то есть, ну, это нескромно прозвучит. И я не хочу, чтобы это прозвучало нескромно. Но как-то так складывалось каким-то чудом, что во всех сферах журналистики, где я пытался что-либо сделать, мне предлагали или случался определенный карьерный рост. А вот в работе перед камерой это случилось, но не сработало. То есть меня позвали на хроматике формально, но не было ни кастинга, ничего такого. Так что вот я бы попробовал все-таки перед камерой работать еще. И, конечно, мы хотим на платформе вторгаться активно в офлайн. Сейчас момент. Вот мы провели этот YouCrazians, провели потом Big Media Meeting. Это такое было собрание для лучших умов рекламы и СМИ страны, СМИ интернет, чтобы сформулировать, как же нам сотрудничать, как нам двигаться к светлому будущему и процветать. Хочется вторгаться в офлайн, но это тяжело, потому что нужны деньги. А их нет ни у кого. Я закончу вопрос. Да. Не закончу? Борщ люблю. Вот в Америке большая часть информации о политике достается людям как раз из юмористических шоу о политике. И это невероятно круто. Мне очень не хватает этого в Украине. И мне кажется, Ярослав Владыгин, основатель радио Аристократы, как раз мог бы в этом формате работать. Когда человек берет страшные темы, сложные, грустные, и рассуждает о них с шутками, с юмором, легко и свободно. Вот мне запомнил Джон Стюарт. Прости, пожалуйста, что я разлогойствую, не даю тебе спросить. Это ответ на мой вопрос. Джон Стюарт после того, как разбился, мне пора уходить. Ты периодически делаешь такие движения. Джон Стюарт, когда разбился Боинг в Украине, сделал, естественно, об этом сюжет. И это страшная тема. Невозможно, казалось бы, о ней говорить как-то, как со слезами на глазах. Он сделал примерно следующее. Пророссийский боевик заявил в своем твиттере, или где он там заявил, имеется в виду стрелков, что это они сбили птичку, как он написал ему, не летайте в нашем небе. А спустя полчаса он написал, что нет, это украинцы, ему вообще все подстроено, и летели трупы в самолете уже изначально. И вот Джон Стюарт стоит и делает примерно так. Итак, пророссийские имбецилы со страшно сложной техникой, которую они не умеют управлять, сбивают пассажирский самолет. Или голландцы у себя в Амстердаме загружают полный самолет трупами и отправляют его лететь над боевыми действиями без какой-либо причины. И страшная тема, но оформлена блестяще, с иронией, и при этом не пустой иронией, то есть не просто хихихаха на заданную тему. Действительно, он ведь продемонстрировал, что это абсолютный идиотизм, что, в общем-то, ответ очевиден, разбегаются люди. Спасибо, что пришли. Да, все, я пытался ответить. Ну да, то есть классный формат, там шоу в Америке, их много. Ну, в России одно я знаю, в котором работает, кстати, экзекитор из Америки. А Ургант, я просто практически не смотрел, там есть политика или нет? Ну, он никакая политика, это же канал Купну, канал классный. Ну, то есть политические новости, они не стебут. Ну, они могут стебать в Украине. Ну, да. У нас Петров занимается подобным. Владимир? Да, Владимир. Я скептичен, это люмпеншоу, есть такая штука, я скептичен, поскольку там как раз, как мне кажется, пустое хихиканье на актуальные темы. Да, пожалуйста. Вы сказали, что вы за вами не получали, и вы не знаете, почему вы за вами не получали, и изначально все вот это не задумывали. Как вы попали в Верховную Раду? Да, чистое кумовство. Моя мать, у меня вообще странная семья была, профессиональные бюрократы. Мать работала в Верховной Раде, отец в кабинете министров, а мой брат был главой профсоюза. И все они трудились в социальной сфере, там, социальная политика и труд. И когда мы ехали на дачу, например, это было чудовищно, потому что едет мирная семья, и внезапно мама говорит, «А что вы там на законопроекте подкинули какой-то про оплату труда? Что это за идиотизм?» Я говорю, да вы сами идиоты, вообще-то отличный законопроект, что вы там заправки нам прислали. И брат с заднего сиденья рядом со мной, профсоюзы бы хоть спросили, написали дрянь какую-то. Вот, просто там у какого-то депутата была потребность в каком-то тексте, или что-то подобное, я помог. Ну, то есть, мать сказала, вот есть мой кретин малолетний, пусть он вам сделает. Я сделал, ему понравилось, и как-то так это завязалось, что я стал его помощником-консультантом. Помощником-консультантом. Это было чудовищно. Никогда не работайте такими людьми. А с чего все началось? Я точно помню этот момент, это был первый класс. Нам задали написать сочинение, и как-то обычно же все там левой ногой пишут, или заставляют родителей, как малолетние тираны. Я взял, написал сам, и мне вот как-то было в кайф в определенный момент написать хорошо. Я взял его, написал, и когда учительница на следующий день объявляла оценки, она сказала 5-5-5. А вот особенно я хотел бы отметить Юрия Марченко, потому что мне действительно понравился его текст, и даже зачитала какой-то кусочек. Я, естественно, как какая-то рыба в шар надулся от гордости, и с тех пор во мне засела вот эта мысль, что если надо, я могу написать неплохо. Поэтому, когда меня позвали в коммерсант, именно эта дерзость какая-то абсолютно необоснованная позволила мне набраться смелости и пойти туда. И как я стал тем ничтоженством, которое я стал поступать на начало вид редактором, то есть я редактировал чужие заметки, потом выпускающим редактором, редактировал и каким-то образом еще курировал все это, потом сам начал писать тоже для коммерсанта. Нет, пробиваемости у меня вообще нет. Я абсолютно не системный и не злой человек, я не умею выгрызать, не умею предлагать свои услуги. И когда меня спрашивают, сколько вы хотите за это денег, я богоровею, начинаю плакать, страдать, и я не знаю, что об этом говорить. Так что, да, по шарнистике я учился на самом деле, и вообще все бронье, что я говорил только что. Нет, учился я у Рената Леонидовича Ахметова, была такая школа при Могилянке, DFJ называлась. Что-что? Она есть, но, по-моему, они сейчас не набирают уже по понятным причинам. Суть в том, что привозили из-за рубежа толковых специалистов, которые преподавали одну неделю, некую сферу, например, учили делать подкасты. Это преподавал лучший в мире человек по подкастам. Естественно, было очень толково, особенно учитывая, что финальный модуль у нас был в Лондоне. Мы шатались там по BBC, по Reuters и так далее. Очень хорошая была школа, несмотря на собственника. Вот там я годик поучился. Мы с Романом когда шли, обсуждали, что сейчас в Украине же пиршество разнообразных лекций и образовательных программ. Все чему-то учат или чему-то учатся. Это очень здорово. Но вот в плане журналистики лучшая школа, как мне кажется, это УКУ, Украинский католический университет, который находится во Львове. Но и он на самом деле, я могу только предполагать, поскольку я не был на занятиях, я со студентами общаюсь, и он не дает системных знаний. Уж точно их не дает наш журфак киевский, но вот и даже лучшая школа не дает системных знаний. Зато она дает очень важную штуку, она вводит в тусовочку. И, насколько я понимаю, Роман собирается сделать то же самое примерно с этим. То есть познакомить с рынком, дать понять, где есть какие-то относительно ключевые игроки, и чтобы можно было туда уже писать, предлагать свои услуги и так дальше. Я так разогойствую бессмысленно, боже. Да, пожалуйста. А я хотела спросить, вы сказали, что у вас там два человека в самом деле пишут тексты. Это вообще как? Как обновляется платформа? У вас есть кто-то? Смотрите, в штате платформы два человека отвечают за тексты. А, есть нештатные, да? Нештатных. Гонорарного фонда у нас не было. Вот еще три дня назад я мог бить себя в грудь и говорить, у нас нет гонорарного фонда уже год. То есть за какие-то исключительные заметки мы платили символические деньги, но так гонорарного фонда не было. То есть я не мог как главред посмотреть на какой-нибудь конверт или на какой-то счет в интернете и сказать, вот у меня есть эти деньги, на которые я могу заказывать заметки. Такого не было. Нам писали бесплатно волонтеры или люди, которые просто хотят научиться писать. То есть можно прислать в интернете? Можно и даже нужно. Я могу как-то… Я же мультимедийный журналист, я сейчас вам напишу свой почтовый адрес прямо вот здесь. Да, да. Это отдельное уточнение. Так, а вы пока спросите что-то, если есть. А если нет, то не спрашивайте, я пошел. Я к своему стыду мало знаком с телевидением. Это Top Gear, да? Ну вот я не смотрел и не знаю этого. Я просто там люди первый раз. А вообще он не смотрит? Ну как мне кажется, на современном телевидении вообще осталось мало журналистов. Большинство из них мутировали в сторону шоуменов. Я так представляю, что вот Джереми Кларксон тоже такой. А вот в Украине кто эпатажный? Ну он же не журналист, да. Дитковский. Странное у меня отношение к этому парню. Он очень толковый, очень скандальный и зачастую очень неприятный. Но, безусловно, он умеет писать. И все равно он не чистый журналист, он все-таки пиарщик. Кстати, это же два враждебных лагеря. Журналисты пиарщиков ненавидят, а те отвечают взаимностью. Да, пожалуйста. Кто такой журналист? Человек? Да, но вы же сказали, что журналистов оказалось мало. То есть, вы узнаете, что он был. Кто тогда журналист? Человек, который умеет задавать правильные вопросы не в угоду кому-либо, а ради правды. Это зависит от человека, который ориентирован на правду. Ну да, в этом же смысл. Просвещать и рассказывать, как на самом деле обстоят дела. Это же не литература. Хорошо, а что делать тогда, если это правда не самая лучшая, или по-моему, прибыль, то, что никому не нужно. Да, нет. И вы догадаетесь, если это правда. Ну, люди заслуживают знать. Люди заслуживают знать даже худше. Что ж тут поделать. Ну вот в украинской армии бухают. Это очень плохо, но так есть. Это плохо. И, наверное, для... Ну, то есть, вот идет... Человек несет деньги свои, чтобы отдать волонтеру, и купили тепловизор. И по дороге ему попадается газета, на которой написано в украинской армии бухают. Естественно, он может передумать. Но он, неся свои деньги, имеет право знать и этот аспект. Как мне кажется. Это страшно сложный вопрос. На него нет однозначного ответа. Как в условиях войны цензурировать, не цензурировать, писать, не писать о каких-либо темах. Но мне кажется, что нужно. Я бы еще хотела спросить по поводу рекламы. Вы сказали, что это совершенный визит, вы на эту причину зарабатываете. Я был случай, я примерно знаю, сколько узнала, сколько стоит реклама на Афа-Форд. Ужу наизское расследование. Ага, ну да, почти. И вот вы не считаете, что, например, эти, какая-то стоимость, она, ну, с точки зрения, например, тех, кто заказывает рекламу, она не обоснована. Потому что за эту сумму, можно сказать, там, много больше рекламы, то уже в темных сетях. Вот, то есть, и, как бы, заказчики, они, в принципе, и за заказывать на сайтах, но потому что она слишком дорогая, они этого не делают. И если поставить им меньше, может быть, тогда мы даже... Дело не в том, что у нас нет рекламы. У нас стоит очередь на месяц, кажется, вперед на рекламу, даже при том, что цены выше, чем рыночные. Но они все равно не обеспечивают существование ресурса, даже такого небольшого, как у нас, со штатом в шесть человек. Да, мы же пытаемся доказывать рекламентацию, что у нас уникальная аудитория, это действительно так. Мы, когда проводили исследование, оказалось, что единственный показатель, по которому можно как-то сгруппировать посетителей платформы, это высшее образование. У нас, по-моему, там 60 или 70 процентов людей с высшим образованием. А так, самый разный возраст, там, пол, вообще два вида. И всего, всего много, но вот с высшим образованием в основном люди, и многие из них хорошо зарабатывающие. Для меня осталось сюрпризом, что студентов мало. И если я узнаю, кто из вас не заходил никогда. Да. Не слышу. Мне кажется, российским сменением. Не нужно давать никакого повода. Они сами его в любом случае найдут. И вот смотрите, недавно Россия вторглась в Сирию, и в Украине это стало супер темой. При этом, вот супер тема Россия в Сирии. А вот здесь какая-нибудь актуальная умная колонка от мыслителя о том, что у России имперское мышление, они считают нас своим младшим братом. Как вы можете, козлы, перестаньте. И рядом главная тема российская. Ну, какое к нам имеет отношение, понятно, что косвенно имеет, но нужно ли делать главной темой дня то, что соседняя страна, от которой мы пытаемся откреститься, вторглась куда-либо. То есть у нас тоже есть этот синдром младшего брата. И да плевать, что они там у себя напишут. Ну, мы же в своей стране живем. Ну, и пускай. Тем более Россия. Я на днях ставил интервью с Вовой Кадыгробом. Это такой один из главных украинских арт-менеджеров и, ну, ивенщиков, прямо скажем. Вот, например, последние две ночи я совершенно не спал, поскольку помогал им делать большую выставку на Михайловской площади. Если у вас будет время, загляните. Сегодня День защитника Отечества. Там около сотни экспонатов, начиная от танка и до патрончика крохотного. Действительно должно быть интересно. И этой выставкой занимался он, и привлек меня к ней он. И он рассказывает, что он отслеживал много по миру, ездит, много общается с людьми, он отслеживал ситуацию с освещением украинских новостей в мире. По его словам, Россия грандиозным количеством своих каналов, а у них действительно много их, глушит всю украинскую идентичность просто на корню. И причем делают это абсолютно не щураясь никаких методов. Есть украинский стартап Petcube, который, может быть, многие из вас знают. Это такой флагман украинского стартаперства. Ребята придумали абсолютно идиотскую вещь, которую шикарно продали. Это кубик, где есть видеокамера, есть динамик, и можно управлять оттуда лазером. Ты ставишь это дома, и твоя кошка, вместо того, чтобы ссать тебе на подушку, играет с лазером, пока ты на работе двигаешь вот этой штукой. В российских СМИ оно регулярно проходит как российский стартап. Хотя это киевляне, это сделали украинцы в Украине на украинские деньги и так далее. Малевич всегда российский художник, хотя живописью он учился в Киеве, разговаривал в окружении своем на украинском и так далее. И Польша тут замешана еще больше. Но везде в мире Малевич русский художник. Архипенко выдающийся скульптор. Русский скульптор. Хотя какой он, черту, русский. Так что не нужно взращивать себе еще больше этот комплекс младшего брата и обращать внимание на то, что напишут они. Да, да. Я же предупреждал, что я тупой. На самом деле дух времени, офисер привез Ксюшу Собчак и собрал дизитно крутых украинских ребят. Начиная от Макса Нефедова, замминистра экономики, молодого талантливого 31-летнего парня, и через Андрея Федорова, главного маркетолога страны, до каких-то абсолютно отвратительных людей из ЦУМа. Они все рассуждали о духе времени, умно, свежо, интересно. И я забыл вопрос. А, Юля Магафи. Она ругала украинские СМИ. Как видим, это хорошая тема. О плохом всегда говорить легко. Но я ей при этом писал, кстати, сообщение в чате, потому что она же снова там сидела. Крикни платформа, и ты богата. Крикни платформа, я заплачу тебе. Потом она после лекции, после этого выступления подошла ко мне и говорит, ну я, конечно, не крикнула, но вот ты помнишь, что я хвалила пару ресурсов, не называя их. Это о вас и о Bird in Flight. Есть хорошее издание. Заходите, если интересуетесь визуальным искусством и особенно фотографией. Bird in Flight, запомните, хорошая штука. Вот. Дух времени в маленьком издании. Боже. Во-первых, конечно, умирать от количества писем. Я вспомнил всегда рассказывать, ну это не дух времени, ну я же должен как-то уйти от вашего вопроса. Утопаю в количестве писем, и мой любимый пример о том, что их все нужно открыть, на полезные ответить, а неинтересные, ну посмеяться. И вот мой любимый пример, это приходит письмо от какого-то парня, который пишет, я выдающийся украинский околог, я хочу с вами сотрудничать, давайте я что-то напишу. И я отвечаю, ну конечно, давайте, экология, наша история. А какие конкретные темы вы можете предложить? То есть приходит в ответ письмо, состоящее из нескольких слов. В первую очередь меня интересует рыба. Точка. Отправить. Или недавно, месяц назад, где-то прислал парень письмо, большая часть из которого, а большая это страниц 15, состоялось перечисление того, какие книги он написал. Он написал 162 книги, еще страниц 10 о том, с какими изданиями он сотрудничал, и вот мол, давайте я и вам на платформу что-то напишу. Тут я заплакал, потому что написать книгу – моя дальняя мечта, и общаться с людьми, которые написали 162, я не собираюсь. Так что бог ему судья. Можно еще один вопрос? Конечно. У вас какие-то материалы, которые, возможно, вы хотели написать на слайде для нас, для нашего экрана, которые всем она понимает, что это никто не позволяет, не придет материал. Потому что это, опять-таки, о том, о презентурировании. То есть, это не на том, что, возможно, он тоже, как раз, на какой-то такая социальная улыбка, тема улыбка. А что-то такое, все, что мы можем обсуждать. Ребята мне там написали, что женщины-ботерейки уже, это повод для фактически и так далее. О, больше, какой-то кошмар. Возможно, она в нашей стране есть какой-то... О, позже женщины варят вкуснее больше, чем мужчины. Давайте я вас запишу, но вы не можете. Часто, как главред, которому нужен трафик, а нам он действительно нужен, потому что иначе мы просто сдохнем. Я смотрю на текст, который мне прислали или предлагают прислать, и думаю, что это страшно круто, но если я его поставлю, никто его не прочтет. Никто его не прочтет, кроме сотни людей, которым это интересно. Тем не менее, я считаю это своей социальной миссией, как ни пафосно звучит, и действительно, периодически, часто, через день, можно сказать, ставлю такие тексты, которые никто не будет читать. Вот вчера у нас вышла история ребят, которые выиграли, ну, где-то на Западной Украине, не помню, микрогрант, 3000 гривен. И вместо того, чтобы пропить его, как нормальные люди, они купили бензин и поехали в этнографическую экспедицию. И ловили просто каких-то старушек древних, и говорили, пой. Старушки пели, они записывали, устроили базу украинского фольклора, затем основали какую-то школу аутентичного пения, легенды собирали и так далее. Эта тема, конечно, ну, там нет в заголовке «Путин – кровавый упырь», и там есть о корнях Украины и о фольклоре. Ее прочли, ну, мизерное количество людей по сравнению с остальными материалами. Тем не менее, я считаю, что это важно, и рассказывать о таких инициативах и о крутых маленьких историях, маленьких людей, которые своими крохотными шагами делают очень большое дело все вместе. Я считаю, что это важно. И обычно я подавляю свое желание поставить тест с голыми людьми и выбираю в пользу хороших инициатив. Да? Не понравилось движение ваше. Издание. В коммерсанте было правило такое, что мы стараемся не брать выпускников журфака, потому что они все с промытыми мозгами, причем мозги эти промыты людьми, которые сами писали в последний раз 30 лет назад и не представляют, что такое Facebook, например. Да, в коммерсанте мы брали финансиста и учили его писать. Или даже не учили, а просто пусть он вывалит эту свою кучу чудовищных терминов, а потом долго разжевывает редактору, что это означает, который напишет уже нормально. На платформе, конечно, не так. И учитывая, что все тексты проходят через меня на самую разную тематику, а я профан в большинстве тем на свете, моя позиция очень простая. Я говорю автору, что я ничего не понял. И пусть эта скотина напишет так, чтобы даже я понял. Это работает, как мне кажется. У нас не выходит заумных каких-то заметок, которые бы не понял среднестатистический человек. То есть я не разбираюсь во всех темах на свете, но я прошу писать так, чтобы мне казалось, что я в них разбираюсь. И вот я думал, что Куншт, о котором вы сейчас говорите, да, журнал, с ними была прошлая лекция, да? Да, я пишу. Вот, да, и еще какое-то вот это вот. Я шучу. Да, и Куншт, мы ставили про них заметку. Кстати, вот я был уверен, что не полетит эта история. Я считал это тоже чем-то вроде социальной миссии. На самом деле там было что-то больше тысячи шеров, хорошая посещаемость. История зашла про этот научный журнал. И да, у них тоже вот было это правило заставлять писать так, чтобы понял абсолютно не секретин. Да. По домам. Никакими. Никакими. Слишком быстро все меняется. Вот, боже, с кем же я общался на днях или заметку какую-то ставил? Он говорит, вот вспомните, 15 лет назад вся наука стояла на ушах по поводу овечки Долли. И как, какие это огромные двери распахнет перед медициной, перед наукой и так далее. А сейчас парадигма совершенно другая. Сейчас не клонируют, а выращивают на 3D принтерах. И как те знания могут пригодиться сейчас. Невозможно предсказать. А, я вспомню, это Влад Рушкован, замглавы НБУ. Скоро выйдет заметка. Сейчас, что-то умное. А, получил удовольствие недавно. Может быть, вы знаете о... А, нет, вы же не Шевченко. На Шевченко большой скандал. Там выборы ректора назначили. То есть, житы по-новому и все такое. И при этом баллотируются и главным фаворитом и продавливают прежнего ректора. Губерский, да, его зовут. Организация Шевапил, которая занималась поиском коррупции в этом университете, отчислена из него. И прям там скандалюка какая-то страшная. Они устраивают пешие ходы под минобразование и так далее. И я подумал, что было бы клево... Ну, то есть, я опять надел эти свои сияющие доспехи второй страны. И все прокляди институт Шевченко. Я решил прийти в институт Шевченко и сказать, «Ребята, оправдайтесь, у вас же есть свое мнение, почему вы ведете себя как имбицилы?» Напишите его. Какой-то то ли завкафедры, то ли что такое, но он точно был доцентом, написал мне колонку, подавляющее большинство слов, в которой были примерно такими «Международный, вылычный, 100-ричная история, наикраще Украине». И где-то одной строчечкой там посреди всего этого пафоса и патоки стояла строка, что мы бы их все равно отчислили. То есть, что они плохо учатся. И я с огромным удовольствием ответил на это письмо, что не мне вам указывать, но этот текст говнище, господин профессор, и я его не поставлю. Он ответил «Понимаю, оставляю право публиковать данный материал за собой в других изданиях». И тут я еще больше захихикал, поскольку когда человек, преподающий журналистику, вроде как на лучшем факультете страны, пишет «Оставляю за собой право данный материал публиковать», вместо того, чтобы «Тогда не ставьте его». То есть, даже преподаватели там канцелярские крысы вонючие. И как они могут научить писать живо и легко? Да? Не, мне очень приятно. Я переживаю, что сидят люди, которым давно хочется уйти, а мы их держим. Я не обижусь, правда, можно встать. Ну, обернуть могут что угодно. Сейчас же такие гении в политтехнологиях работают. Ну, я бы опять надену сияющие доспехи. Спросить одной страны, даже если она вам не нравится, у второй страны, даже если они выглядят абсолютными кретинами, пусть они поругают первую. И найти каким-то чудом независимого эксперта. Это бывает очень сложно. И в «Коммерсанте» мы страшно с этим мучились, потому что так или иначе большинство политологов, например, были ангажированы какой-либо политической силой. Но нужно стараться. Это страшно сложно, поэтому лучше писать косметики. И я же вам говорю, глянец. Глянец и платформа. У меня вопрос. У кого-то по одной стороны, с другой стороны? И эксперты не занимают очень много времени? Это занимает много времени. Это занимает много времени. Это занимает много времени. Но чтобы все были вдохновлены, давайте выберем лучшие. Один звонок Фисенко политологу. Нет, Фисенко это минут 20-25. Он болтливый. В общем, три звонка сделать – это же очень недлительный промежуток времени. Ну, вы же, когда пишете на какую-то тему, вы проводите ресерч, вы же исследуете, вы же понимаете, кто игроки рынка, грубо говоря, в этой сфере. Получается, перед тем, чтобы писать, или в этой сфере, затем нужно сначала подготовить, но снижать. Безусловно. Ну, вы же не пойдете на Эльбрус. И это я специально сказал, чтобы как-то ненароком обронить, что я ходил на Эльбрус. Высочайшая гора Европы, под этими ногами. И на этом хорошо бы закончить. Сейчас, секунду. Вот, вы же будете бегать сначала, там, и качать мышцы, и все такое, чего я, кстати, не делал. Ну, то есть, естественно, к журналистскому материалу нужно готовиться, и к интервью нужно готовиться, и к радиоэфирам нужно готовиться, и даже к телеэфирам говорящие головы все равно готовятся. Журналистика – это большой, большой труд, который предшествует, собственно, непосредственно процессу создания некоего текста или визуального образа. Ну, к счастью, у нас изобрели интернет. Можно вбить его фамилию и понять, что он кретин. Ну, это, да, это большая проблема, то, что многие… Ну, смотри, например, ты пишешь о Медузах, ты вообще ничего не понимаешь о Медузах. Ты вбиваешь Google Медуза, находишь какие-то заметки об этом, какие-то статьи аналитические, видишь, кто в серьезных изданиях, типа Ланцета или еще что-то, комментирует это, пытаешься выйти на них, потом спускаешься на уровень ниже, ищешь каких-то уже туповатых людей и в итоге на каком-то уровне ты найдешь, но не нужно сразу опускаться на самое дно и спрашивать у соседа, что он думает о Медузах. Хотя это тоже важно. Вот у Википедии есть такое правило, что они принимают статьи какие-то себе, только если об этом явлении есть публикация в каком-то солидном издании. И, в общем-то, можно тоже пользоваться этим методом и понимать, что там, например, ну даже в нынешний Forbes по-настоящему дилетант не попадет. Хотя нынешний Forbes, конечно, печальное зрелище, но тем не менее. То есть есть какие-то издания, на которые можно уже ориентироваться начинающим журналистам. Сорфи? Ну, вряд ли бы я попал в журналистику, честно говоря, потому что я никогда об этом не думал. Мне там светила какая-то неплохая должность в комитете по межпарламентским зескам или как-то так это называлось. То есть я ездил бы по разным парламентам разных стран, смотрел, как они работают и пропивал бы командировочные, и все. Но я говорю, я совершенно неструктурируемый человек и неструктурированный. Я не знаю, что бы я делал, и даже сейчас я не знаю, что я буду делать дальше. То есть вот я страшно люблю ставить людей в тупик вопросом, что будет вершиной вашей карьеры. И страшно не люблю, когда меня об этом страшно, потому что я понятия не имею. Сейчас мне очень нравится то, что я вот там, возможно, буду на громадском что-то делать, поскольку это интересно мне платформа, так как ты своими руками лепишь что-то из практически ничего. Не было вот журналистики, а сейчас ты пытаешься ее создать на этом ресурсе. Поэтому, кстати, для меня удивительно, что в регионах нет, журналистика есть в регионах, нет качественных сети-гайдов, например. Их и в Киеве это как-то не очень. Но в регионах это очень круто. У нас города-миллионники, вот, например, Харьков. Я там выступал, и я задал вопрос своей аудитории, что читает молодежь, что условный хипстер будет читать, чтобы понять, куда ему вечером пойти выпить смузи. И все сказали, да, нет у нас сети-гайдов, хотя это город-миллионник. Потом, правда, после лекции ко мне подошел парень и говорит, я такой сети-гайд, называется Урба. На заднем плане стояли какие-то ребята, и они начали мне показывать вот так вот. Но вообще это же удивительный челлендж. Ты сам себе создаешь аудиторию. Ты создаешь площадку, на которой выращиваешь себя аудиторию, которая сама потом начинает производить какие-то смыслы, сама устраивать мероприятия, где можно будет хлебнуть смузи. И в итоге, в итоге, из вот такого крохотного зернышка просто на там каком-то копеечном хостинге завести ресурс на WordPress в прессе растает большая история. Вот взять пример Look at Media, российский издательский дом Леши Аметова, который создал, ну, на первых порах они раскрутили благодаря стрит-фэшну, то есть фотографировали человека на улице, потом приходили желчные языки и говорили, ты одет как урод. Кто-то отвечал, нет, он одет как бог. Они жрали трафик, и сейчас это огромный, огромный издательский дом, в котором есть черти что там, начинают забивать, и фурфуров, и look at me, и так далее. Все рождается из маленького. Украинцев есть большая проблема, что мы все носимся с какой-то крутой идеей и думаем, вот ЕБРР вложит в меня деньги, и тогда-то я вшваркну, вы все охренеете. Это так не работает. Работает вот как. Вы носитесь со своей крутой идеей создать, не знаю, там, международный консорциум по переработке медуз в нефть. И вместо того, чтобы приходить к ЕБРР и говорить 100 миллиардов, дорогой друг, и ни одной медузы не будет, все будет в нефти, нефти. Вы создаете крохотный агрегат, который переработает одну медузу, потом вы продаете эту нефть, ставите второй агрегат, и так далее. Но вот украинцы всегда ждут грандиозных инвестиций, и чтобы сразу жахнуть на весь мир, нифига, начните с малого, и крохотные шаги приведут вас к успеху. Я так вот внутри подумал, что на этой фразе бы закончить, духоподъемно. Я училка. Я учился в педагогическом вузе национальный педагогический университет имени Драгоманова. Но прямо скажем, сейчас неловко так говорить, но я там прятался от армии. Я учился в политехе. Понял, что я абсолютно имбецил на первом курсе. ФИА есть такой, да? Факультет электроэнерготехники и автоматики. Меня туда вышвырнули, правильно сделали. В Магидянке я еще успел поучиться на каком-то полунулевом курсе. Там был такой у них эксперимент перед поступлением. И вот погряз в НПУ. Драгоманово не ходил туда совершенно. Каждые полгода висел после каждой сессии на отчисления на доске позора. Но так ни разу и не отчислили. Даже магистром стал. И это, в общем, говорит очень нелицеприятно об украинской системе образования. Но тем не менее. Да? Скажи, пожалуйста, во что ты инвестируешь сейчас в большую часть своего времени? И во что бы ты хотел ввести? Может быть, что бы ты посоветовал ребятам, которые пришли, чтобы выиграть, если бы выставили, в большую часть своего времени я инвестирую в то, чтобы редактировать тексты, которые валятся на платформу. Причем многие из них даже не выходят в итоге. Но вот в этом я тоже вижу свою социальную миссию, поскольку если человек с журфака, там, со второго курса написал мне какое-то убожество, то, наверное, стоит ему указать на ошибки, чтобы там в итоге он выпустился журналистом. А еще, конечно, переписка. Я подсчитывал в день, я общаюсь где-то с 80-ю сотней людей посредством разных методов от фейсбука до смс и почты, особенно каждый день 50-60 писем валится, и над частью нужно посмеяться, над частью ответить, частью проигнорировать, но все равно прочесть. И это страшно изматывает. Ставил заметку о Максиме Нефедове, я упоминал его сегодня. Талантливый парень, инвестбанкир, который работал в офисе с видом на Софийскую площадь, ездил в этот офис на Бентли каком-то условном, и потом пошел работать на 3000 гривен замминистра экономики, сейчас работает там. Он рассказывал, что страшное это ощущение в бюрократической системе. Ты будто играешь в сквош. Сквош – это когда ты бьешь мячик об стен, а он, зараза, к тебе отскакивает. И вот он говорит, тебе утром приносят кипу бумаг. Ты думаешь, так, это я отправлю сюда, это я сюда. Вот ты отправил эту бумагу, она прилетает к тебе обратно с какой-то правкой или еще раз подпишите, или еще что-то. На платформе точно такое же ощущение. Вот у меня. То есть ты отвечаешь на письмо, а тебе же зараза пишут в ответ, хотя бы даже спасибо, но ты это спасибо должен прочесть, и каждое уведомление… Да, так что большую часть времени на это и страшно изматывает. А что посоветовать? На первых порах… Что-что? А что хотел бы? В то, чтобы валяться на пляже и смотреть закат. Для меня до сих пор непонятно, как это можно артикулировать, но три недели назад, что ли, я был в Греции, хотя мне кажется, что это никогда не было. И я для себя сформулирую, что отпуск главреда – это когда ты едешь поработать просто в другую страну. Потому что я сидел в отеле, в Wi-Fi, выглядываю иногда на море и продолжал редактировать тексты, отвечать на письма. Да, поначалу, когда платформа только стартовала, я совершенно не понимал, что делать, потому что опыт большого издательского дома никак не помогает наполнять какой-то сайтик в интернете какими-то текстами, откуда их брать вообще. Я брал их, кстати, из ленты в Фейсбуке. То есть я открыл список друзей и подумал, что этот напишет об этом, этот об этом, так и сработало. И поначалу мне много прислали текстово самосовершенствования в том плане, что там, как какой-нибудь начальник Apple структурирует свое время и свою деятельность. Я все это редактировал, все это ставил и ни разу ничем не воспользовался никаким примером. И, наверное, зря. Это последний вопрос. Подожди, тогда как там маленькие шаги, большой успех. Будьте мыслящими. Задавайте вопросы, если вы хотите быть в журналистике, не стесняйтесь это делать. Не сейчас, сейчас уже не надо, а вообще, да. Потому что людям лез на внимание. Вот в том-то и прелесть работы журналиста. Ты приходишь к страшному человеку, которого ты боишься. Задаешь ему вопросы, а он думает, он даже не думает это. Это механизм подсознательный. Он интересуется мной. Наверное, это приятный человек, раз он интересуется мной. Отвечу-ка я ему что-то. И так это работает. Еще задание. Да. Роман попросил придумать какое-то задание. Разумеется, я этого не сделал. Но есть вот какая мысль. Вчера президент подписал закон о патриотическом воспитании. Эта тема очень спорная. С одной стороны, это некое зомбирование молодежи и вкладывание идей нужных власти. А с другой, ну, действительно же, нужно любить Украину. И, наверное, нужно детям объяснять, что Украина – это клево. Так вот, я бы попросил тех, кому это вдруг почему-то будет интересно, написать 200-300 слов о том, почему это правильно, а затем попытаться себя переубедить и написать 200-300 слов о том, почему это неправильно. То есть, поспорьте с самими собой на тему того, почему Украине нужно или не нужно патриотическое образование. Спасибо.